Глава украинской разведки допускает, что ВСУ в ближайшие месяцы вернут под контроль Херсон. Российскими военными в начале войны. Сейчас в городе, по словам Буданова, самые боеспособные подразделения российской армии. Десантники и морская пехота. Их усиливают мобилизованными. По оценкам главы разведки, всего в Херсонской области на данный момент около 40 тысяч военных из России. В регионе сейчас идут серьезные бои. Продвижение украинской армии на этой неделе замедлилось. Идут бои. А, это кассетные бомбы. Я не знаю, слышно ли на камеру, но бьют кассетными. Много взрывов. Тяжело, но парни справляются. Проводятся постоянные обстрелы ежедневно. Утром, днем, вечером из артиллерии кассетными боеприпасами постоянно стреляют. Хотя они запрещены. Ежедневные обстрелы. Оперативное командование ЮГ вооруженных сил Украины ранее сообщало, что оккупационные власти дали жителям Херсонской области 48 часов на выселение. Уезжать предлагают в аннексированный Крым. Аналитики британской разведки высказывали предположение, что Россия намерена ускорить выход из самого областного центра. Эти выводы в ведомстве сделали, опираясь на заявления оккупационной администрации. Там сообщили, что город уже покинули 70 тысяч человек. Кроме того, из Херсона вывезли несколько памятников и останки князя Григория Потемкина. По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупационные власти также забирают пожарные машины, машины скорой помощи и медицинское оборудование из больниц. В том же интервью изданию Drive глава украинской разведки Кирилл Буданов оценил риск повторного наступления с территории Беларуси. По его словам, в случае деоккупации Херсона такая вероятность возрастет, поскольку российские войска, выведенные с юга Украины, смогут усилить группировку в Беларуси. Отмечу, согласно докладу ОБСЕ, Беларусь официально не является стороной конфликта. Но Владимир Путин активно использует территорию и военные ресурсы страны в этой войне. С марта Минск передал российской армии 65 тысяч тонн боеприпасов. Такие данные публикует мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». Больше всего оружия Москва получила в апреле. Затем темпы поставок снизились, а с июля снова возросли. Кроме того, по данным Гаюна, только за последние недели в Россию из Беларуси перевезли около сотни танков Т-72А и до 40 бронемашин «Урал». При этом в саму Беларусь прибывают военные из России. В этом месяце Александр Лукашенко заявил о создании общей группировки войск. По данным украинской разведки, на данный момент в стране находится больше 4 тысяч российских военнослужащих. В основном это мобилизованные резервисты. На этом фоне Киев усилил свою группировку на северной границе. В генштабе ВСУ считают, что повторное наступление может произойти ближе к западным рубежам с целью отрезать Украину от поставок оружия из стран-партнеров. К примеру, украинские пограничники на границе с Беларусью уже используют противотанковые ракетные комплексы британского производства. Без оружия нам не победить. Нам нужно много оружия, потому что мы на первой линии. В Севастопольской бухте аннексированного Крыма утром прозвучали взрывы. Именно там базируется Черноморский флот России. В результате оккупационные власти перекрыли переправу между северной и южной частями города. Не ходят паромы и катера. Движение только на автобусах. По словам российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева, утренние взрывы – это следствие атаки беспилотников. Он утверждает, что все они были сбиты системами ПВО. Украинская сторона произошедшее пока не комментировала. Накануне в Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности. Его ввели 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Тогда от осколков разбитых стекол пострадали 6 человек. Киев причастность к этой атаке отрицает. Украина вернула 52 бойца. Об этом сообщили в офисе президента. Глава ведомства Андрей Ермак уточнил, что среди них офицеры, медики и солдаты. На пункт обмена место стороны не называют. Их доставили с российскими сухопайками. Всем привет! Слава Украине! Мужики, эту гидоту можете туда кинуть, но она вам не нужна уже. Вам слава! В частности, 12 бойцов Национальной гвардии Украины были освобождены, в том числе азовцы, морпехи, пограничники и двое гражданских. По словам Ермака, часть из них попали в плен в Мариуполе, на острове Змеиной, а также в Чернобыльской зоне. Их, вероятно, российские военные схватили еще весной, когда в Киевской области велись бои. По данным Министерства обороны Украины, с начала войны Киев в рамках обмена, их было почти 30, освободил до 978 человек. Тысячи, точное количество власти не называют, все еще находятся в плену. Сегодняшний обмен также подтвердили в Министерстве обороны России. В ведомстве сказали, что на родину возвращаются 50 военных, которые в ближайшее время будут проходить лечение и реабилитацию. Украинские разведчики сообщили, что освободили еще один населенный пункт в Луганской области. Это село Невское, которое находится вблизи админграницы с Донецкой областью. ГУР рассказали, что вместе с военными они совершили быструю наступательную операцию, им в том числе удалось захватить российскую технику. До взятия Невского во время контрнаступления ВСУ еще месяц назад удалось освободить ряд поселков на севере Донецкой области. Среди них Шандриголова и Дробышева. Долгое время туда не могли доставить людям пенсию. С учетом близости к линии фронта, там звучат взрывы, местные леса заминированы, поэтому ехать в населенные пункты опасно. В Дробышево большинство домов разрушены, не уцелел ни один магазин. Продукты и воду туда привозили власти и благотворительные организации. Пенсия, местный бюджет, тот, чтобы платить за государством, субсидии. Ну, как вообще, просто как обычная почта, все мы делаем, только коммунальные платежи, берем, пополняем телефон, товары. И гуманитарку еще сверили. И гуманитарку возили, да. После десятого мы начали ездить, и я ехала, я еле сдерживала слезы. Жутко просто. Около 4 миллионов украинцев столкнулись с отключением света. Об этом сообщил президент Украины. Владимир Зеленский сказал, что власти отключают свет по графику в Киеве и 9 областях страны. Помимо веерных отключений, людей призывают самим экономить электроэнергию. Россия начала массово обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. В общей сложности повреждено не менее 40% станций и подстанций. А на местах сейчас пытаются их отремонтировать. Сотрудники, которые обслуживают электростанции, говорят, что с такими повреждениями никогда не сталкивались. Более того, восстановительные работы прерываются сигналами тревоги, потому что бригада специалистов должна укрываться в бомбоубежище. На данном объекте уже больше двух тижнів тревает восстановление работы. Сколько это займет часу, невідомо. Это зависит от обладнания, которое нужно сюда заставить, найти его, восстановить. Обладнание, которое было пошкоджено, оно достаточно уникальное. Знайти его аналоги тяжело, а выход из нового забирает очень много времени. МВД России объявила федеральный розыск основателя Диссернета, ученого Андрея Заякина и блогера Максима Каца. Известно, что против Заякина возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Он пожертвовал деньги в фонд борьбы с коррупцией в день, когда организацию официально признали экстремистской. В конце августа суд назначил Заякину запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Он не может выходить из дома по ночам и пользоваться интернетом. О подъезде ученого не сообщалось. Об уголовном деле против блогера и политика Максима Каца ничего не известно. После начала войны он уехал из страны. В июле российский Минюст признал его иностранным агентом. В Москве сегодня возложили цветы к монументу жертв политических репрессий возле здания ФСБ. В акции на Лубянке в том числе приняли участие иностранные дипломаты, а некоторые букеты были перевязаны сине-желтыми лентами. В проведении ежегодной акции мемориала «Возвращение имен в день памяти жертв политических репрессий» власти Москвы отказали. По российскому законодательству проводить любые митинги можно только по согласованию с местными властями. Сегодня на возложение цветов приехали снимать в том числе и сотрудники российских государственных медиа. Они задавали вопросы как раз не о памятной дате, а о том, понимают ли те, кто принес цветы и свечи, что они нарушают правила проведения публичных мероприятий. Вы знаете, что данная акция не согласована с мэрием Москвы? Вам интересно этот формат? Скажите, пожалуйста. Что данная мероприятия не согласована с мэрием Москвы? Агустин, но нет. Несмотря на запрет властей российской столицы, накануне активисты все-таки провели акцию «Возвращение имен в Москве». Их читали на Донском кладбище. Участники просили снимать их только со спины. Добавлю, в России в этом году общество «Мемориал» Нобелевский лауреат мира было ликвидировано Верховным судом. А еще раньше «Мемориал» в России признали иностранным агентом. К другим темам в Южноафриканской республике прошла церемония возведения на трон короля Зулусов. Новым правителем крупнейшего этноса страны стал 48-летний Мисузул. Отпраздновать это событие собрались тысячи людей в городе Дурбан. Президент ЮАР Сирил Ромофоса вручил новому королю свидетельство о его признании. Формально этот титул не дает власти, но имеет большой политический вес. Главная задача правителя — поддерживать стабильность в обществе и сохранять единство народа. Этнос Зулусов, отмечу, насчитывает 11 миллионов человек. Мисузулу взошел на трон после смерти своего отца. Предыдущий король Гудвилл правил 50 лет. У него было 6 жен и 26 детей. Интересно, что это первая коронация после падения партеида, на которой король одет в традиционный костюм. Отец Мисузулу предпочитал западный стиль и украшал свою одежду лишь поясом из леопардовой шкуры. На этом все и до встречи.